Эта история Леонида Маличева для тех, кому небезразлична наше прошлое. Война на Ближнем Востоке приостановилась. Ещё два дня боевые действия не возобновятся, потому что процесс освобождения захваченных террористами Хамас заложников идёт вполне успешно. Напомню, что сначала договорились о том, что освободят 50 заложников, захваченных 7 октября полтора месяца провели в плену эти люди, среди которых совершенно юные существа, очень пожилые люди. В обмен на освобождение заложников Израиль обещал приостановить боевые действия. Руководители Хамаса очень хотели прекращения огня, потому что армия обороны Израиля, которая проводит контртеррористическую операцию, достаточно успешно продвигалась вперёд, зачищая квартал за квартал, и какое-то количество боевиков было уничтожено, те, кто участвовали в террористическом акте, кто-то был арестован. Руководители Хамаса чувствовали, что израильтяне постепенно подбираются к ним, и поэтому очень хотели прекращения огня, лучше всего перемирия. Израильтяне согласились только на прекращение огня, договорились сначала, что 4 дня это продлится, в течение которых Хамас освободит 50 женщин и детей. На самом деле они взяли в заложники значительно больше женщин и детей, но руководители Хамаса сказали, что эти заложники в руках других террористических организаций, их ещё нужно найти. Теперь это продлится ещё 2 дня. Израильские руководители заявили, что пока в день будет освобождаться не менее 10 заложников, боевые действия не возобновятся. Это ещё раз заметим то, чего страстно хотят руководители Хамаса. Но не только они. Важную роль сыграл, как мы теперь узнаём, президент Соединённых Штатов Джо Байден, который сам постоянно звонит и Эмиру Каттера. Это государство, которое занимается посредничеством, оно удивительным образом имеет хорошее отношение и с Соединёнными Штатами, и с руководством Хамас, и с премьер-министром Израиля Натаньяху. От Эмира Каттера, надо понимать, Байден требует, чтобы он давил на хамасовцев и заставлял их освобождать побольше заложников, а премьер-министр Израиля Байден, тоже надо понимать, уговорит не возобновлять боевые действия. В плену оказалось более 200 заложников. Если их будут освобождать по 10 человек в день, то этот процесс затянется достаточно долго. На это, видимо, рассчитывают руководители Хамаса, надеясь, что до возобновления боевых действий дело не дойдёт. Руководители Израиля и командование армии обороны Израиля же твёрдо заявляют, что во что бы то ни стало возобновят боевые действия, потому что необходимо довести дело до конца. Террористы, которые свершили такие преступления, должны быть найдены и наказаны, и необходимо уничтожить всю инфраструктуру террора, чтобы подобные террористические операции больше не проходили. Вопрос состоит в том, сможет ли Израиль выполнить это обещание. Дело в том, что, конечно, еврейское государство сильно зависит от своих союзников, в первую очередь от Соединённых Штатов. А на руководителей союзнических по отношению к Израилю государств сильно давит общественное мнение. Такого количества антиизраильских демонстраций, такого возмущения тем, что происходит на Ближнем Востоке, такого количества пропалестинских демонстраций припомнить невозможно. А для президента Джо Байдена всё это имеет большое значение, потому что следующий год выборный, он намерен баллотироваться на второй срок. А демократическая партия, которую он представляет, всегда была партией, которая защищала интересы не белых и не христиан. И национальные меньшинства всегда поддержали именно демократическую партию. А сейчас, по опросам общественного мнения, эта поддержка сильно уменьшилась, особенно среди молодой части избирателей. Это для Джо Байдена очень большая опасность. Ему нужно во что бы то ни стало изменить настроение своих будущих избирателей. Поэтому он сильно надавил на руководство Израиля, требуя, чтобы израильтяне согласились на прекращение огня хотя бы временно. Почему в Израиле этого не хотели? Потому что считают, что нужно во что бы то ни стало привести эту контртеррористическую операцию. И всех, кто участвовал в преступных терактах, найти и наказать. Иначе они могут каким-то образом исчезнуть. Более того, полагают в израильских спецслужбах, что могут исчезнуть и сами заложники. Потому что система туннелей, о которых мы с вами говорили, туннелей, которые прорыты Хамас для того, чтобы укрывать там и боевиков, и оружие, и ракеты, и производство ракет. Эта система туннелей оказалась еще более развитой, чем предполагали. И в Израиле говорят, что возможно эти туннели все-таки ведут и на Синайский полуостров. Синайский полуостров принадлежит Египту. Египетские военные как могли, которые ненавидят Хамас, как могли уничтожали эти туннели. Но, судя по всему, все не удалось. И в Израиле полагают, что хамасовцы могут через эти туннели увезти из тех заложников на Синайский полуостров, а оттуда перебросить куда-нибудь еще, скажем, в Йемен, руководителя которого хуситы, друзья и братья организации Хамаса. И тогда освободить этих заложников вообще не представится возможным. Тем не менее, израильтянам пришлось согласиться, потому что Соединенные Штаты сильно надавили. И дело даже не в том, что Израиль получает текущую военную помощь от Соединенных Штатов, но дело в том, что он нуждается тоже в политической поддержке. Правда, ситуация меняется на глазах. В Европе всегда, европейские государства всегда демонстрировали пропалестинские симпатии, большие, чем, во всяком случае, симпатии произраильские. Но сейчас на континенте европейском берут вверх правые и очень правые партии. Поразительным образом эти партии демонстрируют поддержку Израиля. А в чем дело? А вот в чем. Правые и очень правые партии на европейском континенте они набирают все большую и большую поддержку, выступают фактически с двумя лозунгами. Все прежние лозунги, относящиеся к экономической, социальной жизни, не имеют значения. Два лозунга важны. Первое. Никаких мигрантов не пускать больше к нашей стране. А второе. Сделать все, чтобы мигранты, исповедующие ислам, уехали из этих стран или как минимум замолчали. И вот эта вот программа, она приводит к власти или помогает набирать очки одной партии за другой. Давайте посмотрим, что происходит на европейском континенте. Вот последний успех правых в Нидерландах. Крайне правая партия, которая вообще хочет запретить Коран. Люди, исповедующие такие взгляды, взяли власть в Италии, в Венгрии, в Словакии, побеждают на выборах в Германии, в Австрии, в Финляндии, в Швеции, во Франции. Представили такую партию? Это вторая партия. В стране ее лидер может стать следующим президентом Франции. То есть практически весь континент охвачен этим страстным желанием противостоять мигрантам. И для правых, которых прежде никогда не подозревали в любви к евреям, для них Израиль – это форпост против тех, кого они так ненавидят и от кого хотят избавиться. Но поддержки европейцев в Израиле недостаточно. Конечно же, израильтянам нужна в первую очередь поддержка Соединенных Штатов, потому что Израиль зависит и в оборонном, и в политическом, и в экономическом смысле от Соединенных Штатов. В Америке есть страстные поклонники Израиля. Это прежде всего набожные христиане, это ядро республиканской партии, это люди, которые исповедуют примерно такие же взгляды, как и правые европейские партии. Но сейчас у власти находится демократическая администрация, администрация, представляющая демократическую партию. Это несколько другой идеологический спектр. Поэтому, конечно, очень многое будет зависеть от позиции нынешней администрации. Она явно заинтересована в том, чтобы военный конфликт на Ближнем Востоке не перерос в нечто более значимое. А мы с вами говорили, что там в любой момент может разгореться война, которая втянет в себя чуть не весь мир. Но пока этого ничего не происходит. Шиитская боевая организация в Ливане Хизбалла, несмотря на все речи лидера шейха Насралы, обменивается ракетными ударами с Израилем, но не выходит за определенные рамки. Потому что руководители Хизбаллы тоже явно хотят, чтобы большой войны там не было, и они явно приветствовали прекращение огня и надеются, что прекратятся вообще боевые действия между Хамасом и армией обороны Израиля. Напоминают о себе хуситы. Это люди, которые исповедуют шиитские варианты ислама и на протяжении многих лет пытаются взять всю власть в Йемене. Йемен несчастная страна, где давным-давно, на протяжении десятилетий идет война между Севером и Югом, она приобрела не только политический, но и такой племенной и религиозный характер. Это обострило и довело страну до практически полной катастрофы. Подавить хуситов пытались соседние арабские страны. Там целая военная коалиция была сформирована под руководством Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, и ничего у них не получилось. Но считается потому, что шиитам, хуситам помогает Иран. Поэтому у хуситов довольно мощное вооружение, которое позволило им противостоять целой арабской коалиции. Это государство, которое исповедует суннитские варианты славы. Так вот, хуситы говорят, что они готовы защищать Хамас, готовы защищать сектор Газа. Единственное, что они находятся на расстоянии. Они пытались обстреливать ракетами, но неудачно. А теперь они действуют на море. Это такое пиратство, которое там давно принято. Раньше захватывали суда, принадлежавшие Саудовской Аравии. Теперь охотятся за судами, которые принадлежат Израилю. В прошлое воскресенье захватили танкер, заявив, что он принадлежит Израилю. Хотя в Израиле сказали, что не имеют отношения к этому судну, и там израильтян нет. В это воскресенье попытались захватить еще одно судно, тоже заявив, что оно принадлежит Израилю. Но тут пиратам не повезло, потому что, приняв сигнал помощи, подошел американский эсминец. Пираты пытались удрать на катере, были пойманы. В ответ американские корабли были атакованы двумя противокорабельными ракетами. Но выпустили их как-то неудачно. Они не долетели даже 10 морских миль до расположения американской флотилии. Надо сказать, что в распоряжении хуситов довольно серьезное морское вооружение. У них есть катера с управляемыми противокорабельными ракетами. И есть катера-камикадзе, начиненные взрывчаткой, которые можно посылать, чтобы взорвать суда. Это довольно серьезное оружие, которое позволяет хуситам атаковать и коммерческие суда, и боевые корабли. Но пока что это тоже не выходит за определенные рамки. Так что же будет потом? Судя по всему, руководители Хамаса будут постепенно освобождать заложников, стараясь растянуть как можно дольше этот процесс, с тем, чтобы сделать невозможным для израильтян возобновление боевых действий. И все думают, что боевые действия не возобновятся. Все, кроме самих израильтян, если почитать, посмотреть и послушать, что там говорят и пишут, то практически весь Израиль уверен, что возобновление боевых действий необходимо, потому что преступники должны быть наказаны, и нужно сделать все, чтобы подобные террористические акты не повторялись. Но будет ли это намерение реализовано или нет, это сейчас сказать невозможно. В прошедшие времена руководители Израиля прислушались тому, что говорили о Вашингтоне. И в войне 1967 года, когда Израиль воевал с Египтом, Сирией, Орданией. В войне 1973 года, когда на Израиль напали Египет и Сирия. И в войне 1982 года, когда армия обороны Израиля выбивала палестинские боевые отряды с территории Ливана. Израильское руководство рано или поздно прислушивалось к мнению Соединенных Штатов, которые в какой-то момент настоятельно рекомендовали прекратить боевые действия, чтобы конфликт не приобрел международный характер, чтобы в него не втянулись другие страны. Всякий раз Израиль прислушивался к мнению Соединенных Штатов. Прислушивается ли сейчас, это мы узнаем несколько позже. Если вам интересно продолжить этот разговор на волнующие всех темы, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube, не забудьте нажать колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!